Музыка Все что я скажу дальше не имеет никакого отношения к реальным событиям, к реальным людям, реальным странам и реальным там организациям. Это чисто мое мнение, неизвестно о чем. Воспринимайте данную информацию именно так и никак иначе. Представим себе так. Есть страна А, она поменьше, есть страна Б, она побольше. У страны А со страной Б конфликт. Это и вооруженный конфликт по сути и однозначно война информационная как минимум. Это холодная война, которая вот-вот может перерасти в войну горячую. Плюс есть страна С, которая находится за много тысяч километров от страны А. Она находится на другом континенте. Эта страна всегда проявляла интерес к государствам, не определившимся, скажем так. Куда бы ни приходила эта страна С, везде начинается война, кровь, мясо и трупы. Есть еще целый континент, который, несмотря на усилия страны А и страны С, не вмешивается в конфликт, предпочитая роль миротворца. И действует пассивно, не так активно, как хотелось бы силам, которые хотят войны. Итак, основная цель спровоцировать этот континент. То есть, по сути, спровоцировать войну. Спецслужба страны С, которая настолько близка со спецслужбами страны А, что уже практически курирует их, предлагает план. Я не верю, что спецслужбы страны А, не отличающиеся большим профессионализмом, смогли бы продумать и придумать такой грандиозный, колоссальный и ужасающий план. План заключается в чем? Сдать людям, воюющим на территории страны А, назовем их условно утопистами, гражданское судно, самолет. Страна А должна каким-то образом передать утопистам оружие, способное сбивать летательные аппараты, которые осуществляют рейсы на высоте 10 тысяч метров. Спецслужбы страны А начинают операцию. Это операция не одного дня. Это спланированная акция. Передается оружие. Вооружение, которое может сбивать. Оружие может быть передано и страной Б. Однако же, я абсолютно уверен, что спецслужбы страны А дают возможность утопистам получить это вооружение. Они лелеют получение этого вооружения утопистами. Они помогают утопистам получить это вооружение. И, естественно, они держат руку на пульсе. Они знают о том, что это вооружение появляется. Остается выбрать цель. И цель выбирается. Выбирается воздушное судно, которому просто не повезло. Не повезло трехстам ни в чем не повинным людям, которых подставляют под удар, которых обрекают на смерть намеренно, целенаправленно, спланированно. Спецслужба подставляет утопистам своих людей, которые начинают снабжать их информацией о передвижении военных авиасудов над территорией, которую контролируют утописты. Иначе утописты не могли бы знать о том, что на колоссальной высоте, конкретно над определенным районом, пройдет определенный борт. Однако же, люди, которые снабжают утопистов информацией, сообщают им о том, что борт военный. Они сообщают, что это будет за борт, что он будет вести. Они сливают дезинформацию. Спецслужбы в курсе. Они не просто в курсе. Они курируют эту спецоперацию. И вот утописты, находясь в определенном районе, знают, что в определенное время по определенному маршруту пройдет борт. Для того, чтобы ракета утопистов однозначно попала в этот борт, борту дано распоряжение снижаться. Он снижается. Утописты стреляют. Борт падает. Все это происходит под контролем спецслужб, которые слушают телефоны, которые абсолютно четко мониторят происходящее. В тот день, когда должно произойти роковое событие, когда должны погибнуть 300 ни в чем не повинных людей, страна А через СМИ запускает определенную информацию о том, что это может произойти. При этом не закрывается воздушное пространство. Не делается ничего для того, чтобы предотвратить катастрофу. Просто происходит слив в подконтрольные СМИ. Утописты сбивают борт. И уже очень скоро понимают, что ошиблись. Что их дезинформировали. Что их подставили. После этого спецслужбы страны А и те, кто в курсе этого ужасающего плана, совершают ошибку. СМИ выдают информацию, которую обычно они не выдают. Обычно СМИ страны А получают информацию или с запозданием, или она искажена, или она настолько нечеткая, что ее можно назвать фейковой информацией. Но не в этом случае. В этом случае сообщается все. Сообщается номер борта. Сообщается рейс. Сообщается количество пассажиров. Никто не рассказывает, откуда появляется данная информация. Более того, происходит фальшстарт. Потому что руководство авиалиний, диспетчеры авиалиний, того борта, который отдан на заклание каким-то там интересам, не в курсе. Не знает еще никто, кроме СМИ, которые не могли это знать. Они могли знать о том, что был сбит борт. Но они не могли знать ни рейс, ни модификацию, ни уж тем более количество пассажиров. Следующей ошибкой спецслужб страны А стал слив информации о наличии на борту нескольких пассажиров страны С. По всей видимости, эта информация появилась вследствие того, что в результате мониторинга была допущена ошибка. И на борту, возможно, должны были находиться граждане этой страны. Но их там не было. А информация откуда-то появилась. Никто не может назвать ее первоисточник. Никто. Борт сбит. 300 людей погибли. Что остается делать утопистам? Они понимают, что они совершили ужасающий террористический акт. Что они убили 300 человек. И из этих 300 человек около 200 граждан того самого материка, который до нынешнего времени не вмешивался в войну. Они шокированы. Они понимают, что они совершили преступления, которые им не простят. Если они начнут сдавать источники своей информации и расскажут о этой подставе, они все равно останутся террористами, убившими 300 человек. Они загнаны в угол. Потому озвучить всего, что знают, не могут. А им есть что озвучить. Однако же есть что делать. И следователям материка остаются в живых люди, которые в курсе о спецоперации. Эти люди, это диспетчера, которые однозначно должны были вести борт в его последний путь. Этих людей надо искать. Пока они живы. Пока они не начали вешаться, выбрасываться из окон и умирать от сердечных приступов в ванных. Теперь давайте рассмотрим такую ситуацию. Человек сидит в пустой комнате с оружием. А ему сообщает якобы информатор, который на самом деле его дезинформирует, что сейчас в 4 часа 0-3 минуты к нему в квартиру войдет человек, который хочет его убить. Его враг. Человек наставляет оружие на дверь и смотрит на часы. 4 часа 3 минуты дверь распахивается, человек стреляет и убивает женщину с ребенком. Перестает ли он быть убийцей из-за того, что его дезинформировали? Нет, ни в коем случае. Он убийца. Но кто тогда заказчик этого преступления? Кто тогда тот человек, который толкнул женщину с ребенком под ствол убийцы? Обычно в таких случаях убийца получает 15 лет, а организатор пожизненная. В ситуации с бортом, выдуманным мною, которого не было на самом деле, нет никакой страны А, Б, С, нет никакого континента, не было никакого выстрела. Это все лишь мои какие-то измышления. Есть много нестыковок. Есть много четко указывающих на спланированность данного выстрела. Фактов. Есть множество вещей, которые четко указывают на то, что это не был простой выстрел. Не сидели утописты, не смотрели в небо, не увидели они за облаками, а в тот день была пасмурная погода. Это крошечную точку летящего самолета. Не сориентировались они моментально и не пустили ракету наобум. Все было спланировано. Если задаваться вопросом, кому выгодно, а это главный вопрос, которым надо всегда задаваться, несмотря на свои симпатии или антипатии, то мы увидим одну или две силы, которым это однозначно выгодно. Которым была выгодна смерть. Которым было выгодно сообщить убийце дезинформацию, для того, чтобы убийца нажал на спусковой крючок. И убийца не может сообщить о том, о чем знает, потому что тогда он распишется в том, что он убийца. Пользуясь этим, заказчик, человек, который спровоцировал это ужасное преступление, будет продолжать мочить убийцу. Он знает, что убийца не расколется, потому что таким образом подпишет себе смертный приговор, а вернее 15 лет. В данном случае у меня надежда только на профессионализм и беспристрастность следователей континента, который я уважаю и на котором я живу. Подчеркну третий раз, все сказанное выше не имеет никакого отношения к реальной жизни, реальным событиям, реальным людям и реальным организациям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова